Удастся ли аграриям побить прошлогодние рекорды? Повлияла ли на урожай аномальная жара? Эти вопросы при осеннеполевых работах звучат достаточно часто во всех регионах страны. Но палящий зной застал не только Казахстан. В других государствах температура воздуха неделями держалась в районе плюс 35 градусов по Цельсию. Сгубила ли урожай аномальная жара за рубежом? И что намерены делать их власти? Расскажу в ближайшие несколько минут. Это актуально. Здравствуйте. В последние годы опасных погодных явлений стало намного больше, чем, например, лет 30 назад. Многие сельхозпроизводители на себе чувствуют изменение климата. Например, в России потепление идет быстрее, чем в мире. Хотя в этом есть и плюсы. Расширяется ареал выращивания агрокультур, но минусов все же больше. Главный из них – снижение предсказуемости погоды. В 2019 году повезло далеко не всем. Если весной эксперты зернового рынка не исключали, что производство зерна может быть на уровне рекорда 2017-го, а то и выше, то с конца мая стали регулярно снижать свои оценки. При этом они признавали, что недооценили влияние засухи. К 17 августа режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятных для агросектора погодных условий действовал в 15 регионах. Еще несколько готовились его ввести. Несмотря на жару и засуху, европейские фермеры собрали больше урожая, чем ожидалось. Зной, по-видимому, оставил свой след, в частности, только на кукурузе. Потенциальные доходы и производство этой культуры были снижены. В то же время урожайность пшеницы и ячменя возросла. В целом, есть плюс для всех зерновых культур. Это уже заметно по ценам на зерно. На европейском рынке цены снизились до новых минимумов. Под давлением хорошего европейского урожая и падение цен на зерно в США. В Европе рекорды по жаре были побиты в Германии, Бельгии, Нидерландах и Люксембурге. Засуха осложнила жизнь производителям молока. Из-за этого фермеры могут претендовать на более высокий объем поддержки. А в Литве засуха продолжалась с апреля по июль. И это негативно сказалось на производстве кормов для многих молочных ферм. Пострадал и сектор зерновых. Их качество продовольственного зерна значительно хуже по сравнению с прошлым годом. Фермерам очень сложно справляться. Особенно если жара наступает, когда урожай еще не собран и находится в стадии созревания. Наиболее уязвимы в такой ситуации зерновые культуры. Если вы посадили пшеницу или кукурузу, то после того, как зерна окажутся в земле, вы абсолютно ничего не сможете сделать, чтобы уберечь их от жары и засухи. Разве что больше поливать. Но даже это не уменьшит пагубное влияние погодных условий на урожай. Из-за жары и засухи европейские фермеры получат дополнительную помощь. В частности, они смогут рассчитывать на увеличенные авансы по субсидированию сельскохозяйственного сектора. Также им позволят пасти животных на землях, которые обычно не используются в производственных целях. Так или иначе, нынешнее лето сказалось на многих странах мира. Вполне можно предположить, что осенью цены на продукты увеличатся. Это актуально. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok